В течение года каждый из нас отправляет на свалку около 400 килограммов мусора. Территория мусорных площадок в Махачкале растет и выходит за пределы положенного. Причину возникновения многочисленных несанкционированных свалок в Махачкале выясняла у первого заместителя градоначальника Абдуллумина Ибрагимова наш корреспондент Хадижа Курбанова. Махачкала – крупнейший город Кавказа. С одной стороны живописные горы, с другой набегающие волны величественного Каспия. Казалось бы, красота, да и только, но это лишь удачное географическое расположение. А вот улицы столицы Дагестана, за исключением центральных, буквально утопают в мусоре. Летом в жару пищевые отходы особенно радуют не только глаз, но и нюх горожан. Протухшие продукты, лекарства, вредные химикаты. Говорить об эстетическом виде города и вовсе не приходится. Пользователи соцсетей ежедневно пишут возмущенные посты и выставляют фотографии мусорных свалок. Амитхан Султана, первая Махачкала, редукторный. Антисанитарные условия повсюду. Грязный и некрасивый, пишут о нашем городе приезжие. Чем оскорбляют его жители и вызывают возмущение. Проблема мусора – одна из самых актуальных проблем нашего города. Переполненные урны горы мусора буквально повсюду. Тут же возникает вопрос, что же делают управляющие компании нашего города и откуда в городе столько мусора. Обратившись к представителям администрации города, мы пришли к выводу, что проблема несет комплексный характер. Заместитель главы муниципалитета Абдулмумин Ибрагимов заявил, что решить в одночасье то, что копилось годами, не представляется возможным. Пока, наверное, мало что удалось сделать, но намерение и видение решения этой проблемы у нас есть. Вот говоря о мусоре, трудно, наверное, говорить о порядке, когда мы сталкиваемся с тем, что целое стадо домашних животных, крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота у нас пасутся в городе и не только в скверах и парках, а пасутся именно на мусорных свалках. Одно то, что с точки зрения гигиенических моментов это вообще никуда не годится. Другое дело, что, занимаясь вот этими мусорными свалками, этот скот разбрасывает этот мусор, создаёт антисанитарное состояние и так далее. Проблемы со скотом уже решаются. Совсем недавно был осуществлен рейд по лову скота. Рогатый скот, пасущийся на неподобаемом для этого месте, будет загнан на ферму, а их хозяева смогут забрать своих животных только тогда, когда оплатят штраф. Другая часть проблемы в вечных свалках в Махачкале – это своевременная уборка и очистка мусорных баков, а вернее, их полное отсутствие. Если сегодня одна техника, к примеру, испортилась или несколько единиц, и не смогли убрать мусор так, как надо убрать на каком-то участке или объекты, и на следующий день это уже становится проблемным объектом. То есть на следующий день даже при выходе техники в должном объёме, он уже удвоенный или такой объём не в состоянии убирать. Вот как раз-таки задача поставлена в том, чтобы динамичность была, даже с процессом какой-то страховки, чтобы этих сбоев не допускали. Нередко виновниками загрязнения улиц служат сами горожане. Бросая мусор, где попало, устраивают несанкционированные свалки. А строительный мусор после ремонта бросают возле баков, хотя вывозить его должны своими силами. Замглавы администрации отметил, что из-за этого введены штрафы. Вся эта ситуация говорит о том, что городу нужны незамедлительные реформы. И важно не только ссылаться на управляющие компании, а начать с малого. Например, следить за своим скотом или научиться различать бытовой мусор от строительных отходов. И уже потом сетовать на нерегулярный вывоз мусора. Хадежа Курбанова, Магомед Магомедов, Новости 24, Махачкала.